Ассаламу аликум друзья! Добро пожаловать на канал Чечен Синдром. Историю, которую мне сегодня хотелось бы с вами поделиться, я слышал довольно таки давно. На тот момент, насколько я помню, в Чечне все еще шли боевые действия, и практически на каждом блокпосту стояли федеральные войска. Недавно, на эту историю я наткнулся в интернете, вот и решил ее сюда выложить. Возможно, некоторые из вас ее уже и слышали. Старый пассажирский автобус, тяжело двигаясь, тихо доехал до небезызвестного поста «Кавказ». У всех пассажиров были бледные и напряженные лица. Водитель автобуса, оглянувшись назад, сказал, приготовьте документы. Пересчитайте молодых ребят. Сестры, на вас вся надежда. Постарайтесь взять их под защиту. Обратился он к сидящим женщинам. В автобус поднялся офицер в сопровождении солдат, и попросил всех предъявить документы. Одна женщина, забыв про себя, старалась приблизить к себе парня, обращаясь к нему. Сынок, делая вид, что это ее сын. Офицер, дойдя до конца автобуса, подошел к парню, лет 25, который сидел молча, жав скулы, белый, как мел. «Документы», спросил офицер. «Забыл», тихо ответил ему парень. «Тогда придется пройтись с нами». Злобно воскликнул офицер. Женщины начали шуметь, молчать. Громко выкрикнул офицер, дернув затвором автомата. И тут, сидящая молча, красивая молодая девушка, вскочив, быстро начала объяснять офицеру, что они супружеская пара, что она несет ответственность за него, протягивая свой паспорт. Офицер, пролистав его, протянул обратно. «Ну тогда тебе придется доказать это на деле. Возьми своего мужа за руку, и обними». «Не смей, сестра», тихо ответил парень. Девушка колебалась на минуту. Она взяла его за руку, и обняла. Видно, не судьба была пропасть без вести в тот день, молодому чеченцу. Офицер засмеялся, покачал головой, дал команду «Езжайте». Все молчали. По лицу девушки катились слезы. И тут с места встал тот самый парень и сказал «Люди, вы видели, что произошло?» «Эта девушка спасла мне жизнь поступком, который может бросить тень на нее. Поэтому, вы все свидетели. Я взял ее адрес и если, достал их, доеду домой, вечером пришлю сватов». Он громко назвал свой адрес, имя и фамилию. Он сдержал свое слово. И вечером родственники жениха забрали невесту в его дом. Вот такая вот история, друзья, про те нелегкие времена для чеченского народа. И не даял их, чтобы это все заново повторилось. Ну а на этом все, друзья. С вами был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.